Моя Планета 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 Воспитанные дети, я вас спрашиваю, что это за бессмысленность? Отвечайте же, невоспитанные дети! Простите, невоспитанные дети! Мы очень, очень воспитанные дети! Здравствуйте, посадитесь, пожалуйста! Воспитанные дети? А. Не бегают на четверейку Б. Не ломят бу-бу В. Не кричат га-га И, наконец, Г. Не бросается на незнакомых людей Мы думали, что мы бабушка? Стой, я вовсе не бабушка! Где розы? Вот они! А зачем они вам? Ммм, действительно ли это живые розы? А. Издают запах, свойственный этому растению Обладают отрасли, характерные этому растению И, наконец, В. Вступ, подавающие почвы Живые розы! Ха! Понятно, что это театральная студия детская, школьная Но, тем не менее, это уже театр И хочется, чтобы на сцене ребята, зрители, которые приходят Они различали То есть, вот, есть маленькая разбойница Есть Кай и Герда И есть взрослый персонаж Вот как раз один из представителей состава Старшей группы Илья Ты играешь короля в этом спектакле Насколько тебе было комфортно работать с младшими ребятами? Ну, для меня это все-таки первый опыт Это люди такие... Неожиданные Да Вера, ну, я до этого играл-то только в своей группе Это мой первый опыт, очень приятно Ну, понравилось Да вот ты, как, считал уже, как старший друг, так скажем Видел, справляются ребята, не справляются Может быть, чем-то помогал, подсказывал, направлял Ну, я помню, как еще наша группа В то время средне играла этот спектакль Вспоминаю себя на их месте Ну, и что могу сказать? А ты расскажи про своего персонажа, Илья Король, вот, да Он такой неоднозначный персонаж у Шварца Удалось ли тебе справиться с этим образом, с этой ролью? Я считаю, что хорошо, но всегда есть к чему стремиться Он одновременно и хитер, и коварен, и добр, и даже немного наивен В первую очередь, даже несмотря на то, что он пытается поймать Герда Он же думает о своем государстве И думает о жизни в нем Так что я даже не считаю его плохим персонажем И мне очень нравится выиграть Иди же, что же ты делаешь? Ты меня, понимаешь? Меня заставляешь дать Иди сюда, скорее Простите, но только я не пойду Это как? Видите ли, друзья мои не советовали уходить мне с половиной принцессы Да не могу же я рать через всю комнату Иди сюда Не пойду А я говорю, что ты пойдешь А я говорю, что нет Иди сюда, слышишь, ты, цыпленок Я вас очень прошу не кричать на меня Да да, ваше величество Вам ваше величество не приходилось не верить Идти ночью, по чужой стране, по незнакомой дороге А мне приходилось И неужели вы думаете, что после всего этого я буду бояться здесь, в комнате? А-а-а, вот оно что Ты не боишься Ну тогда давай включим мир Люблю храбрецов Дай руку, не бойся Я вовсе не боюсь Страшно, страшно Это мошенник Что вы тут стоите, слушайте, вон отсюда Ты что же это делаешь, а? Ты ругаешь меня, понимаешь? Меня перед моими подданными Да ты смотри, это же я, король Ваше величество, извините меня, но что вы ко мне привязались? Я веду себя смирно, никого не трогаю Что вам от меня надо? Меня разбудила принцесса Эльза Говорит, ген ты здесь А твою историю знает весь дворец Вот я пришел Посмотреть, поговорить Расспросить тебя А ты вдруг не идешь в мою половину? Конечно, я разгневался Мне обидно стало Ведь украли из сердца девочка Простите, Ваше величество Я вовсе не хотела вас обидеть Ну да что уж там Я вовсе не злюсь И теперь, пожалуй, пойду послать Спокойной ночи, Ваше величество Не сердитесь на меня Что? Да я вовсе не злюсь Да я люблю чешку Слава, королевскую структуру Ты ищешь мальчика, пойми, как? Ищу, Ваше величество Я помогу тебе в твоих войск Это волшебный мир Тот, кто владеет им Сразу находит то, что ищет Вещь или человека Все равно Слышишь? Да, очень величество Я жалую тебе этот перст Возьми его Что такое? А-а-а Ты все еще мне не веришь Какая потешная девочка Не смотри Я кладу его здесь А сам Ухожу Спать Вот какой я должен Попойной ночи, девочка Попойной ночи, король Вообще, Снежную королеву Любишь, ну, этот спектакль? Я люблю и спектакль, и книги И помню, даже фильм смотрел Мне эта сказка нравилась Все время, что помню ее В общем, несмотря на то, что меняется время Да, но некоторые истории Остаются актуальными И в современном мире Она, эта история вечная История про Каю Герду Мне кажется, вообще знают Дети во всем мире Настолько она популярна Но самое главное Что эта история Она не устаревает Почему? Потому что не просто борьба Добра со злом А еще борьба внутри человека Да, как вот победить Как найти силы Победить в себе Вот это вот зло Которое ненароком попадает Да, вот что случилось с Каем Все же знают, да Вот эти осколки разбитого стекла Которые попали от Снежной королевы Вот что Как он преобразился И как потом вот этот путь Возвращения Человека Так сказать Перевращение человека Возвращение к нормальной жизни Ну, наверное, у ребят Это в том числе борьба и с собой И с собой Потому что сыграть тот или иной образ Но достаточно сложно Особенно, когда ты делаешь это впервые Да Вот у нас Даша Климачева Она у нас В полном смысле слова дебютантка Она пришла в студию дебют Первый год занимается, да, Даша? И это ее первая роль И она сразу оказалась главной ролью Бабушка, вы все не старая Бабушка не может умереть Тише Когда я говорю Все должны умолкнуть Поняли? Итак, я беру у вас мальчика Что? Я одинек Богатый Дети у меня нет Этот мальчик Дети у меня нет Бабушка, бабушка Я довольная, дорогая Я не люблю ее А тебя так люблю Если тебе трудно Я тоже буду зарабатывать Газеты продавать Воду носить Внимает снег Вы знаете, что все бывает Бабушка А как ты со всех сознаешься? Я люблю тебе ляпкий вес Очки Интересные книжки Ты будешь сидеть Читать А вы с кем? Будем заботиться о тебе Бабушка, я довольна Боже мой Ну что вы, дети Я, конечно, ни за что не отдам Вы слышите? Даша, как ты пришла В театральную студию? Откуда узнала О дебюте? Это было по знакомству Я даже уже точно не помню Но я пришла И как-то мне получилось Сразу влиться в коллектив И я не чувствовала такого Что все занимаются Несколько лет И я неопытный актер Можно так сказать Я сразу смогла войти И подружиться с ребятами Ну, мне кажется Все девчонки мечтают Сыграть принцессу Ну, естественно Если это Снежная королева То Герду Ты тоже мечтала Именно эту роль исполнить? Вот как проходил отбор? Ну, в какие-то моменты Я не сомневалась в себе Была не уверена Смогу ли я сыграть эту роль Или нет Но потом Я видела себя Именно в роли Герды И само так получилось Что я теперь играю эту роль Ирина Валерьевна Ну, то есть Вы сразу поняли Что это Дашина роль Ну, почувствовали Да, у нас были пробы У нас всегда идет такой Внутренний кастинг Всегда ребята пробуют И девочки, и мальчики Несколько человек на одну роль Бывает у нас по два состава Даже иногда по три Но в данном случае Она настолько вошла Она почувствовала Вот этот характер Герды Может быть, что-то Но ведь девочка Герда Она непростая Непростая Но у нее Выливая Выливая Да что же Видимо, внутри нее Есть вот такой стержень Внутренний, человеческий Она очень выливая Она умеет собраться Во-первых, выучить еще Такое бешеное количество текста Практически Она не исчезает со сцены Она идет Почти в каждой сцене Есть Герда Поэтому Вот доверили И мы не прогадали Да, ребята В общем, Герда у нас Какая надо Что тебе самой Понравилось Играть на сцене Это ведь твой был дебют Да Первый спектакль Был, конечно, волнительным Я выходила на сцену Как себя успокаивала внутренне Да, то есть Я была уверена Что я выучила всю роль Я думала Что да, у меня все получится Но все равно А вдруг я забуду какое-то слово Было, естественно, волнение Но потом я уже К середине спектакля Более уверенно себя чувствовала И понимала Что у меня все получится Все-таки На кого смотрела в зрительном зале? Откуда получала ту самую поддержку? Старалась не отвлекаться В основном, конечно Но всегда искала глазами маму Потому что у меня с ней хорошее отношение И всегда она меня поддерживает во всем Наверное, для детей вообще комфортно Когда рядом Особенно если это премьерный спектакль Премьерная работа Когда рядом находятся Или родители Или близкие друзья То есть те люди Которым действительно важен этот момент в жизни Близкого человека Да, родители помогают Ведь это же успех Ведь это же какой-то шажок вверх Да, родители помогают Помогают еще нам Там с костюмами То есть какие-то вещи Там с декорациями иногда Иногда с реквизитом Что-то сделать Но я хочу сказать Что вот Глазами-то она могла искать маму Но в принципе у нее Была другая задача Ей настолько нужно было Концентрироваться, Даша Чтобы Главное это общение с партнером Все-таки театр Это Есть четвертая стена То есть когда приходят зрители в зал Ты можешь даже краем глаза Кого-то узнать Но ты не имеешь права Как артист Уже Так сказать Мигнуть Помахать рукой Привет, мам! Это не телевидение Это театр И вот эта четвертая волшебная стена Тебя видят Тебя На тебя смотрят А ты не имеешь права Ты можешь только реагировать Если зрители Знаете, как Вот у них потрясающий шоу спектакль Когда Удачные какие-то сцены Да, вот они сами чувствуют Что они интересно что-то сыграли Там партнерски пообщались Сразу начинались аплодисменты И надо их переждать То есть не надо говорить в этот момент Иначе дальше текст будет не слышен Вот этот самый приятный момент Да, когда зрители Когда удачная какая-то сцена интересная Или там напряженная Зрители иногда затихают И думаешь Ой, вообще смотрят ли они спектакль Они так вот у них сердечки сидят Дети маленькие в зале У них сердца вот их колотятся Они смотрят Переживают Скажи, сколько раз тебя кричали маленькие Куда тебе надо бежать или не бежать Да, когда ты пряталась Да, чувствуешь отдачу Младших самых зрителей Они переживали Они поверили По-настоящему переживали за Герду И хотели, чтобы у нее все Они кричали Не надо туда ходить Не ходи Там злые люди Они тебя там схватят Потому что ты первый год занимаешься В театральной студии Насколько твое восприятие мира За это время изменилось И что дал тебе театр? Я стала больше Обращать внимание на поведение Других людей То есть я анализирую свою роль Также начинаю анализировать Поведение своих друзей Вот думаю Как бы я повела себя В ситуации такой И ну я вообще с детства Увлекаюсь творчеством И всегда ко всему Стараюсь уноситься С какой-то фантазией Воображением И стала еще более Творческой личностью В общем ты нашла Да, свою дорогу? Да О чем мечтаешь? Кем хочешь стать в будущем? Да Какую роль бы тебе Хотелось сейчас играть? Ну я даже не думаю Так о роли Потому что Все равно мне кажется Сначала нужно Почитать сценарий Понять И только потом Уже осознать Подходит тебе Этот персонаж не подходит А в будущем Наверное Мне интересно Связать свою жизнь Именно с творчеством С театром Со сценой Ирина Валерьевна Ну безусловно В любой истории Есть добро А есть и зло И как есть Добрые персонажи Положительные Так есть и Отрицательные роли Кому досталась роль Такого Еще одного Яркого персонажа Конечно же Маленькая Разбойница Которая С одной стороны Такая добрая С чистым Открытым сердцем А с другой стороны Ну ей тоже нужно Играть в ее жизни Разбойничьей Такую вот Роль хулиганки Ну роль Маленькой Разбойницы Она такая Неоднозначная Вот Ее сложно Отнести К лагерю Злодеев Да Отрицательные персонажи Да Она все-таки Приближается К стану Добрых персонажей Потому что Она помогает Герде Не сразу Но в ее сердце Все-таки Вот Что-то такое У нее сердце Сердце не очерствело Не очерствело Да Не стало таким злым Как у Какой-то банды Разбойников Вот И у нас Роль Маленькой Разбойницы Испомнила Представительница Нашей младшей Группы Сонечка Минакова Мы очень рады Что она попала Так сказать Мы определили ее На эту роль Она попробовалась А как отбирали Искали разбойницу По характеру По характеру По энергетике Соня Достаточно Спокойный Скромный Ребенок Как вы Не разглядели Маленькую Разбойницу Вот Она как только Начала читать Текст Роли Сразу появились Вот эти вот Нотки Характер Такой деловой Задорный Да Вздорный Потому что Она там Со своей мамой Спорит Она со всеми Спорит У нее есть пистолет И она В общем Так сказать Легко управляется С этой Бандой здоровых Людей Взрослых Вот Софья Ну ты сразу Согласилась Сыграть роль Маленькой Разбойницы Или тебе все-таки Был больше Персонаж По душе Роль Керты Ну нет Мне сразу Понравилась Роль Маленькой Разбойницы Она такая Шустрая Быстрая Очень Ну У нее характер Такой Боевой И Ну Мне сразу Понравилась Ну Роль Маленькой Разбойницы То есть То есть Тебе Было Достаточно Комфортно Играть Этого Персонажа Да Не было ли Сложностей С текстом С Взаимодействием С партнерами Все-таки Ты Только Только Начинаешь Свою Жизнь В мире Театра Ну Да Это Мой Первый Спектакль Ну Мне Очень Комфортно Играть С Гердой И С другими Персонажами Поэтому Маленькая Разбойница Это Очень Хорошая Роль Ты Еще Вон Отсюда Я протестую Ты Видна Только Одно Слово Из Наш Протестую Да Протестую Я считаю До Трех Если Не уберешься Стрелять Раз Но Два Послушайте Три Фильм Я ведь Говорила Пока Мы с тобой Не поссоримся Тебя Никто Не Да Если Мы Дальше И поссоримся Я все равно Кому Тебя Вобиду Не дам Я Сама Тебя Уберилась Спасибо Очень Понравилось Посволь Тиманинка Разбойниц Сказать Два Слово Два Слово Вашей Новую подругу Что такое? О, не сердитесь Пожалуйста Всего два Слово Вашей Новую подругу По секрету Я теперь не могу Когда мои подруги Тебе ничуть Чужие Убейся Вон отсюда Ну Позвольте Раз Послушайте Два Ну Ведь Ты Ну Вот И все Теперь Надеюсь Просто И не будут Нам больше мешать Моя шубу Моя шубу Шатку И муфт Моя шубу Моя шубу Моя шубу Всецело Полагаешься На решение Режиссера Ну у нас она Поскольку она Она же в другой группе Возрастной Там мы готовим Еще сюрприз Для наших зрителей У нас В конце года Будет спектакль Волшебник изумрудного города Музыкальный спектакль С песнями Танцами Вот там как раз Тебе какая роль? Таташка Татушка Уготована Да Неожиданно Будет роль собачки Вот И у Сони Довольно Это интересно получается То есть она Осваивает пластику Вот Татушка же Говорящая собачка То есть она говорит Ну все-таки Это должна быть Собачка А не девочка Которая ходит На двух ногах Когда зрители Увидят Снежную Королеву Будет ли еще показ В этом сезоне? Снежную Королеву 24 марта В преддверии дня Театра международного Мы покажем Во сколько Пройдет спектакль И будет ли Свободный вход? Вход свободный Мы покажем спектакль В 12 часов дня Вот Милости просим Я знаю Что всегда На всех ваших спектакля Полный зал Да Мы надеемся Что так И кстати Ну к слову сказать В зале Присутствуют Не только родители Очень много приходит К вам гостей С кем вы дружите Да Совершенно верно Мы приглашаем И многодетные семьи Мы приглашаем И педагогов школ В общем так Развешиваем Наши афиши Объявления Всегда Всегда ждем Всех с распростертыми Объятиями Я хочу сказать Что зрители Тоже очень благодарны Приятные приходят Большие семьи приходят Они приходят Всегда с цветами В общем Дарят даже какие-то подарочки Детям, артистам У них только обмен идет Эмоциональный, творческий Ну что У нас присутствует еще Владислав В нашей студии Здравствуйте Владислав Расскажи о роли Которую исполнял В этом спектакле Я исполняю роль советника Расскажу об этой роли Советник Ну Он считает Что самое главное в жизни Это деньги И что Все можно за них купить И Как раз в этом спектакле Я хотел купить розы Но мне они не продали И я решила отомстить А как ты считаешь Вообще в современном мире Все ли можно купить Ну Мне кажется Далеко не все Дружбу нельзя купить И еще что нельзя купить Ну Не знаю Не думала бы Это Хорошие отношения Для людей Это твоя Я так понимаю Не первая роль Да Далеко не первая роль Сколько лет Ты уже занимаешься В театральной студии И чему за это время Научился Влад Ну я по-моему Три года занимаюсь В театральной студии И я научился Ну Я стал более Открытым человеком Мне уже не так страшно Показываться На публике Что вообще Дает театр? Мне кажется Мышление Творчество Фантазия развивается Можно я добавлю Он в спектакле Влад играл в спектакле Чаполина Тоже Неоднозначную роль Не очень положительного персонажа Он играл Принца Лимона Вот Если вы помните Так что Владик у нас Вот в эту линейку Как-то вот нравится ему Вот такие Яркие Необычные персонажи Которые Принц Лимон Теперь советник Снежной королеве Что будет дальше? Еще был один герой Нет Был один положительный персонаж Это царь В сказке Царевна Лягушка Но он тоже был Такой вздорный В общем Влад Что впереди Какие следующие роли Будешь исполнять? Может быть Что-то хочешь Именно ты Исполнить И сыграть? Ну я вообще не знаю Какой следующий спектакль будет И почитаем Тайна Да И когда почитаем сценарий Я пойму Кого захочу играть Пьесу почитаем Пьесу Снаряд в кино Илья Маляна Ну вы-то знаете Что будут ребята ставить? Они будут играть отрывки Решили сделать Отрывки Из разных произведений Из чеховских рассказов Из Стефи Из рассказов Драгунского В общем Такой будет Вечер По 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 произведениям То есть не отдельный спектакль А чтобы на каждого Нашего артиста Выбрать Определенный отрывок Чтобы раскрыть их больше Вот так вот решили Спасибо огромное Что нашли время Пришли сегодня в нашу студию Еще раз напоминаем Что спектакль Снежная королева Состоится 24 марта В 12 часов Дня В Одинцовской школе Искусств Классика Вход свободный Приходите И наслаждайтесь Миром театра Спасибо вам Спасибо Мы вас будем ждать Вы смотрели программу Моя планета Верьте в себя И у вас все обязательно получится Пока Субтитры сделал DimaTorzok